здравствуйте сегодня вам покажу и расскажу как пользоваться простыми средствами для наших комнатных цветов я выбрала именно 5 эффективных средств 5 подкормок которые будут точно у каждого дома на моем канале как всегда очень много споров кто-то утверждает что к примеру домашние подкормки неэффективные проще купить а какие-то удобрения с микроэлементами кто-то наоборот говорит что сейчас очень дорого покупать различные удобрения средств для наших комнатных цветов когда есть простые хорошие средства проверены именно временем еще наши бабушки применяли различные подкормки которые есть под рукой а также сейчас появились и аптечные средства которые можно тоже применять для наших комнатных растений но сегодня поговорим как раз именно про домашние народные средства которые есть у каждого хочу сразу отметить что эти подкормки подходят только для тех цветов которые уже были пересажены они прижились и у них налажена корневая система а также если вы не планировали пересаживать то у них тоже должна быть хорошая корневая система чтобы вот именно сейчас их пробудить от сна после зимы данными подкормками и толкнуть именно на активный рост и цветения очень часто спрашивают почему у кого-то в цветах появилась после какой-либо подкормки плесень и например образовалась какая-либо корка это все зависит именно от грунта и от вашего микроклимата очень часто говорю что у меня грунт последнее время именно чистый торф на торфе практически никогда не образовывается плесень только если его залить и поставить в сырое какое-то помещение без освещения без проветривания это как раз именно касается торфа я пересадила все практически комнатные цветы в 70 процентов торфа остальное идет перлит цветочный грунт либо вермикулит почему я меняю грунт в своих комнатных растениях это я делаю потому что у меня изменился микроклимат изменилась влажность на более высокую цветов стало больше образуется тоже некая сырость а также и на окнах может образоваться сырость если к примеру долго не протирать под стеллажами именно торф отлично влияет на комнатные растения он быстрее пересыхает чем простой грунт либо универсальный грунт цветочный грунт он не дает образовываться различным грибкам гнили и так естественно снижается дома корневая гниль у растений они все растут активно и нету никаких болезней если у вас образуется дома именно такая сырость влажность цветах если у вас долго просыхает ваш грунт к примеру цветочный ли универсальный грунт либо вы даже используете землю из огорода то нужно поменять его именно на торф на рыхлый грунт и тогда система полива естественно наладится не будет никакого застоя воды и растение будут наоборот активнее расти а также в горшках должны быть обязательно отверстия есть некоторые горшки у которых уже сделано отверстие если нет то обязательно делайте еще пару лет назад я использовала горшки без отверстий поливала всегда по чуть-чуть и у меня все прекрасно росло а не было ни корневой гнили ничего подобного но связи со сменой микроклимата это что появилось очень много растений пришлось изменить свой принцип и именно делать отверстие в горшках для того чтобы сливалась лишняя жидкость и так давайте приступим первая подкормка будет из лукового настоя думаю каждый уже его использовал пишите в комментариях как у вас реагировали именно ваши цветы герани в частности именно на луковый настой луковую шелуху использую от стандартного лука репка а именно она очень хорошо оказывает влияние на рост растения без исключения влияет абсолютно на все комнатные растения одинаково то есть она активирует рост пробуждает после зимы и растение начинает быстрее и активнее расти составе луковой шелухи содержится фитонциды каротин витамины группы b это очень важно и к примеру после зимы обязательно нужно подкармливать либо народными средствами либо простыми с микроэлементами выбираете что вам больше всего нравится и так я залила кипятком баночку и оставляем на сутки это идеальный срок для того чтобы луковая шелуха настоялась сегодня будем именно подкармливать под корень данным настоем но можно также и опрыскивать на опрыскивание многие растения реагируют не очень итак у меня настоялся мой настой и будем сливать его обязательно должна быть именно такая вот светло-коричневая водичка почему я делаю именно в пол-литровую банку наливают даже половину потому что потом лучше всего долить воды комнатной температуры не кипяченая которая а именно отстойной комнатной температуры теперь этот настой доводим до литра луковой шелухе присутствуют очень важные микроэлементы например бор железо марганец а также магний весенний период можно растение подкармливать один раз в месяц этого будет достаточно курс примерно три раза настоя из луковой шелухи лучше всего поливать по влажной земле поливаем тщательно буквально 5-10 ложек все зависит именно от горшка луковый настой лучше всего использовать сразу и не стоит его хранить также луковый настой можно добавлять и монокалий фосфат а также можно добавить корневин для улучшения корневой системы вот смотрите я плела герань и у меня здесь есть даже древесный уголь древесный уголь я кладу для того чтобы вдруг начинается какая-то болезнь и древесный уголь прекрасно спасает впитывает лишнюю влагу лишние микроэлементы которые были именно лишними для растения вот такой вот настой я его использую для других цветов и следующая подкормка это будет с банановой кожурой банановой кожуру можно подсушить у меня есть даже видео а именно подсушенный вариант где можно и перемолоть и подкладывать именно в грунт но сегодня мы будем просто заваривать тоже настой можно использовать именно свежую банановую кожуру в данном случае моя банана кожура пролежала сутки она чуть-чуть немножко подсохла и будем ее заливать кипяток у меня пол литровая банка и я заливаю кипятком буквально на половину и оставляю на 2-3 часа закрываем обязательно крышкой и пусть настой данные настаивается банановой кожуре очень много калия магния фосфора и других веществ которые необходимы цвета для правильного роста и развития с помощью данного настоя можно укрепить иммунитет у растений и оздоровить их а также обогатить почву питательными веществами и так настой у нас настоялся прошло два часа и нужно обязательно слить ситечка выбирайте помельче потому что от банановой кожуры остается вот такая вот слизь ее желательно убирать с помощью банановой кожуры можно стимулировать светение она наступает намного раньше и длится дольше после данной подкормки комнатные растения подкормленные именно таким настоем несколько раз цветут намного обильнее и красивее я доливаю до литра вода у меня отстойная комнатной температуры а также есть минусы данной подкормки например а сладкий запах от банановой кожуры привлекают различных вредных насекомых но к примеру если нет дома мошек и муравьев то откуда им взяться они например с улицы же не придут в зимнее время весеннее время но из другой квартиры тоже не придут именно к этому цветку как некоторые пишут что у них появились и муравьи но значит они уже были в квартире подкормлены данным настоем лучше всего именно в весеннее время для стимуляции и активации цветения подкармливать банановым настоем можно один раз в 10-14 дней не чаще и следующая подкормка это яичная скорлупа яичную скорлупу можно вносить в любой тип почвы как заниженной кислотностью так из повышенной а также можно применять и при пересадке выкладывать на донышко смешивать с грунтом можно применять и в весеннее зимнее и летний весенний период без разницы то есть можно яичную скорлупу подкладывать в горшок в любое время года но главное тут не переборщить потому что переизбыток кальция тоже может привести к гибели растения яичная скорлупа отлично устраняет избыточную кислотность почвы благодаря чему улучшается питание и развитие растения также повышается рост и активируются многие процессы так как растение будет здоровым яичная скорлупа обладает ларангированным действием и максимальная эффективность может появиться даже через год если ваше растение будет подкормлено именно таким способом я подкармливаю обычно просто прикапываю сверху грунта и далее можно поливать с водой у меня также есть видео на канале как я пересаживала герань именно с использованием яичной скорлупы как вы правильно использовать и сколько нужно дозировки именно для пересадки яичную скорлупу я покупаю на вагберес на зоне именно в больших пакетах и потом перекладываю в такие вот контейнеры это очень удобно а для огорода заготавливаю самостоятельно и так следующая подкормка будет с мандариновой кожурой мандариновой корки это очень полезный натуральный и практически бесплатное удобрение для приготовления именно настоя для комнатных растений мандариновой кожуре содержится очень много витаминов такие как а c е фосфор калий натрий а также фанавоиды которые оберегают растения от грибков и эфирные масла для приготовления настоя понадобится банка и кожура от одного мандарина много настоя мы готовить не будем связи с тем что именно мандариновый настой он закисляет почву и поэтому с такими подкормками не стоит злоупотреблять заливаем кипятком и оставляем на сутки очень многие используют большое количество мандаринов примерно половина банки и остальное вода и точно также настаивают сутки но я считаю что это очень мощная дозировка поэтому нужно ее немного снижать и обязательно нужно процедить через сисечка чтобы убрать именно кожуру кстати используют и перемолотую кожуру но данный способ я не пробовала поэтому подкладывать в грунт данное средство я не буду просто высушивают мандариновую кожуру перемалывают ее в кофемолке и подкладывают в грунт поэтому если кто-то пробовал именно такой способ напишите что у вас стало с растениями какой получился результат и доводим до литра обычной отстойной водой получилось что один мандарин на 1 литр воды если например кто-то пробовал мощные дозировки тоже пишите в комментариях что у вас получилось с растениями какой результат тоже очень интересно потому что я в основном всегда применяю именно щадящие дозировки данной подкормки из цитрусовых лучше всего применять именно по влажной земле берем буквально пару ложек и поливаем растения и так следующая подкормка нам понадобится вода теплая тоже беру половину банки потому что будут доводить отстойной водой понадобится несколько грамм сахара сахар обычный я думаю все помнят уроки химии что сахар он распадается на фруктозу и глюкозу первая фруктоза нам принципе она ни к чему а во вторая она как раз и нужна и добавлять я буду дрожжи дрожжи на один литр нужно один грамм глюкоза она является неким источником для энергии для всех процессов жизнедеятельности растения дыхание поглощения различных питательных веществ и так далее а также дрожжи содержит массу полезных веществ которые активно стимулируют рост растений она содержит и фитогормоны витамины группы b и ауксины кроме того в дрожжах содержится цитоконина это такие гормоны которые помогают регулировать дифференциацию и деление клеток именно эти вещества очень хорошо и благоприятно влияют на рост растения подкормка с дрожжами можно подкормить растение буквально один раз в месяц не чаще если вы используете другие дрожжи то там немного другая дозировка я использую именно сухие так удобнее прям именно по граммам 1 грамм на 1 литр воды если перспользуется в огороде то целая пачка практически уходит на лейку это тоже очень удобно и оставляем настаиваться буквально два-три часа через два-три часа уже можно поливать обязательно поливать нужно по влажной земле в отличие от других подкормок например луковой мандариновой и других настоев именно дрожжевые подкормки были неоднократно исследованы именно учеными и ими уже было доказано что благодаря дрожжам резко возрастает активность микроорганизмов почве и происходит естественно быстрая минерализация органики и конечно усиливается выделение угла кислоты что благоприятно влияет на рост и развитие растений многие данную подкормку называют именно удобрениями но и использовать именно дрожжи в качестве одной дополнительной подкормки я не буду у меня как всегда а именно народные средства и таблетки я использую как дополнение и они прекрасно влияют и помогают выращивать наши комнатные цветы и так про 5 эффективных подкормок я вам рассказала пишите ваши комментарии задавайте вопросы если кто-то использовал данные подкормки пишите какие ваши растения как действовали на данную подкормку а также если по возможности пишите грунт и микроклимат какой у вас дома стоят ли у вас под фитолампами рыхлый ли у вас грунт и что конечно стало с цветами это будет очень интересно мне и всем подписчикам а на сегодня это все заходите на мой канал смотрите другие видео про подкормки выбирайте понравившиеся подкормки именно для ваших комнатных растений учитывайте именно ваши комнатные растения что им нужно в данный момент всем спасибо и до свидания